Приветствую вас, давайте попробуем подумать с вами так. Во-первых, с какого периода, с какого момента ваш мужчина стал уезжать на дачу и перестал хотеть ночевать дома? То есть что конкретно повлияло на такое его решение? Какие-то обстоятельства, ситуации ваши, может быть, разногласия, что-то еще? Момент этого очень важен, потому что, скорее всего, это обстоятельство позволит проследить спорчку эмоционального переживания вашего мужа, что и привело к поведению подобного рода. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что ваш муж уехал потому, что либо ему что-то не нравится и неприятно, либо его что-то не устраивает и он не получает того, чего хотел бы получить. того, чего хотел бы получить от, например, вас или от всей ситуации в целом. Давайте подумаем, чего не хватает вашему мужу, что ему нужно, в чем он нуждается и подумаем о том, можете ли вы это ему дать без вреда себе. Ну, условно говоря, без ущерба себе. И вот если вопрос у вас будет стоять таким образом, то есть, если вы озадачитесь тем, чтобы дать мужчине то, что он хочет, то тогда у него будет больше мотивов оставаться с вами, потому что на данный момент у него нет оснований и желаний с вами оставаться. Почему? Потому что плюсы пребывания с вами, к сожалению, существенно превышают плюсы пребывания без вас. То есть, наоборот, плюсы пребывания без вас существенно превышают плюсы пребывания с вами. Мужчина больше получает, когда и если он находится без вас, чем с вами. И вашей задачей является сделать так, чтобы мужчина вновь увидел что-то хорошее и позитивное в том, чтобы быть с вами. Для этого необходимо свое поведение поменять, для этого необходимо свое отношение к мужу тоже поменять и постараться дать ему то, что не хватает вашему супругу. Дальше. Временно год живет тёща. Тоже очень интересный момент, на мой взгляд. Почему, чем обусловлено проживание тёщи у вас дома? Какая такая необходимость в ней для, ну пусть скажем, для вас? Какая необходимость в том, чтобы с вами проживала тёща ещё? Быть может, ваш муж уезжает из дома как раз таки потому и из-за того, что он чувствует себя так, как будто он до сих пор ребёнок своей мамы. Если это так, то есть если он действительно чувствует себя ребёнком рядом со своей мамой, то простите, пожалуйста, тогда совершенно понятно, что им движет, когда он уезжает из вашего дома. Ему не нравится чувствовать себя ребёнком. Ему это не устраивает, ему это не по душе, это ему неприятно. И он бежит как бы не от вас на самом деле, а от своей мамы. Конечно, подобное не есть хорошо, это понятно, безусловно. Но давайте для начала скажем так, что семья это всё-таки муж, жена и, собственно говоря, ребёнок. Вы же волей или неволей, то есть вольная или нет допустили проживание ещё другого человека. То есть этот другой человек по сути является тёщей. Ну так и вопрос тогда, может быть имеет смысл сперва избавиться от присутствия тёщи, избавиться от того, чтобы она мешала как-то вам и уже потом думать, как бы расположить, например, вашего мужа к себе, раз есть такой блок. То есть ситуация вот складывается именно так. Я пока не очень понимаю, как связаны вот эти три элементами за собой, да, то есть ваше отношение с мужем, его, условно говоря, нежелание быть с вами дома и, собственно, и на, значит, пребывание тёщи у вас на вашей территории. Вот эти все моменты не очень мне пока ясны, конечно. Но я думаю, что если вы захотите серьёзно свою проблему проработать, то всё это вполне решается. Главное, главное вам не психовать. Главное вам не допускать некоторых аспектов в своём поведении, какие именно. Вы пишите, что вы сильно психуете и не можете работать. С чем это связано, Надежда? С чем связано то, что вы не можете работать? С чем связано то, что вы психуете, как вы говорите? Не говорит ли вас таким образом неуверенность в себе? Потому что у мужчины, как я уже сказал, могут быть свои мотивы на поведение подобного роля. И если он так себя ведёт, значит, ему так удобнее, ему так хочется, на данный момент это то, что для него лучше всего. И как бы ситуация заключается в том, что вы принимаете это на свой счёт. Возникает вопрос, а почему? Почему вы принимаете это на свой счёт? Что заставляет вас это делать? Какие сомнения в себе, быть может неуверенность в себе же, трактует и диктует вам поведение подобного рода? Ведь, понимаете как, чтобы налаживать отношения с человеком, нужно, чтобы вы для начала были сами уверены в себе. И уже потом можно говорить о том, что у вас будет получаться как-то налаживать с ним связь. До тех пор, пока вы психуете, пока вы не уверены в себе, Мужчина, конечно же, не будет воспринимать вас как равного себе партнёра. И будет считать, что вы просто-напросто, ну, выносите ему мозг, например. И, вообще говоря, добиваетесь того, чтобы он плохо себя чувствовал. Ну, и ваша неуверенность в себе, если такова есть, она нуждается в том, чтобы её купировать. Но купировать не просто так. Вам нужно самостоятельно это сделать. То есть, вам нужно собственными силами определить, в чём конкретно вы себе, например, не уверены. И как сделать так, чтобы уверенность повысить. Это необходимо для того, чтобы не портить ещё больше отношения с вашим мужем. Это необходимо. Но не через него. Не через вашего мужа нужно стараться купировать вашу неуверенность в себе. Это нужно делать собственными силами. Как реализуя свои собственные желания и потребности напрямую. Далее вы пишите, что ребёнок очень активный, требует много внимания и так далее. Вполне вероятно, что имеет место быть не принадлежность себе. То есть, вы чувствуете, когда занимаетесь ребёнком, что вот вы для него, для ребёнка только мать. Для мужа вы такая жена, да? Причём, как я понял, для него, наверное, даже не в самый лучший раз он от вас уходит. И вы не чувствуете, что вы как-то хоть немного живёте для себя. И из-за того, что вы не чувствуете, что живёте вы для себя, у вас возникает ещё больше неудовлетворения в собственной жизни, что, по сути, что образует в итоге такую реакцию. То есть, реагируя на поведение своего мужа, реагируя таким образом на поведение своего мужа, вы проецируете на него свои собственные желания, свои собственные потребности. И правда заключается в том, что, ну, мужчина, он как бы не очень должен удовлетворять их, эти ваши потребности. Знаете, вам нужно само озаботиться тем, чтобы у вас появилось личное пространство, чтобы вы сами реализовывали себя, чтобы вы не зависели от мужа настолько, чтобы, вот, условно говоря, психовать из-за него. И чтобы мужчина видел, что вы вообще, по говоря, не принадлежите ему. То есть, чтобы мужчина видел, что, ну, вот он уходит, это, безусловно, его вправо уходить. Ну, простите, однажды может случиться так, что он придется, например, домой, а не будет уже вас. Не его, понимаете, а вас. И если вы дадите это четко ему понять, а у вас есть такая возможность, именно в силу того, что вы, например, будете организовывать свое личное пространство, то это возимеет эффект, и вы не добьетесь того, что ситуация изменится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok